Дорогие друзья, я с удовольствием представляю первого докладчика, Стефан Григорьевич Самко, Николай Карпетович Карпетян, с математик, коллега, друг. Так называется его выступление. Пожалуйста. В этом слайд-шоу вы можете видеть массу фотографий, на которых действительно, как было сказано в предыдущем выступлении, можно увидеть, что Николай Карпетович успевал все. Он играл в футбол, это его фотография, когда он служил в армии. Масса других фотографий, где он встречался с друзьями, где он занимается математикой, он и правда в жизни успевал очень многое. Вот таким Николай Карпетович с этой улыбкой помнится нам всегда. Он действительно был жизнерадостный человек. Он любил то дело, которым он занимался. Он любил жизнь, любил свою семью, любил друзей. И это одна из лучших его фотографий. Ну, здесь все фотографии хорошие. Посмотрите на его улыбку. Николай Карпетович... Ну, и как мы все его называли, Коля. Я мог бы говорить очень многое. И сегодня я буду говорить и о нем, и о его научном наследии. Грустно, что это все приходится говорить на конференции в память о нем. Посмотрите, какие замечательные фотографии. Если посмотреть на его биографию очень коротко, то вот принципиальные, официальные веки вы можете видеть здесь синим цветом. Родился он 22 января 42-м году. Ушел он из жизни за 8 дней до того, как его исполнилось, 63 года. То есть ему бы жить и жить. Поступил в 59-м году в наш университет. Зачтил кандидатскую диссертацию в 69-м году. Ну, 10 лет перерыва. Это потому, что он был в армии. И, кроме того, наш выпуск попал в одну из реформ образования, при которой мы учились не 5 лет, а 5 с половиной. Доктору диссертацию он защитил в институте Грозмадзе в Тбилиси. Это был 89-й год. Заведовал кафедрой, по-моему, там и печатка, так, насчет года. У него обликовано более 160 работ. Эта цифра неполная в том смысле, что взята из того, что реферировалось в американском математическом реферативном журнале. Там реферировались не все работы, как вы хорошо знаете, в том числе и разные работы, публикованные в сборнике математического анализа, выпускаемого в Ростовском университете. Две книги, одна из них на английском языке. Он участвовал во многих конференциях. Вы видите некоторые перечисления. О том, что он был азартный футболист, который сбегал время от времени с лекции, чтобы во дворе старого мехмата на улице Горького поиграть в футбол. Это все хорошо знают. Он очень хорошо играл в шахматы. Очень любил играть в преференции. В преференции он был азартным игроком. Для тех, кто знает, что такое преференции, у него особенно хорошо получался, получался игра на мизере. У Николая Корпедовича было немало учеников. И многих коллег, с которыми он общался по работе, это и в Беларуси, здесь есть у нас представители из Минска, в Армении, в Грузии, во многих других регионах нашей прежней большой страны. И все знали отзывчивость Николая Корпедовича на любую помощь в математических вопросах. И он всегда был готов поделиться тем, что он знает и тем, что он умеет. Я, конечно, не говорю о том качестве Николая Корпедовича, которое всем общеизвестно, этого исключительно доброжелательности. Я никогда не помню его сердитым. Я знаю, кто не помнит. Николай Корпедович имел коллег-соавторов. И в час, где потом вы говорите, у меня был большой цикл совместных работ со мной. И я могу сказать, что Николай Корпедович был действительно человек, с которым было очень интересно и легко работать. У нас будет то, что потом сложилось, как название, тандем, никакого политического смысла, тандем карпетян-самко. И это был действительно очень счастливый период в нашем сотрудничестве. Вот посмотрите на эту фотографию. Она очень хорошо иллюстрирует именно доброжелательность Николая Корпедовича. Он любил общаться с друзьями, проводить время вместе с ними. Это тоже одна из любимых мной фотографий. Переходя к анализу, трудно называть анализами, просто коротко поговорю о научном наследии Николая Корпедовича. Его интересы были разносторонние. И вы видите несколько тем, несколько направлений его исследований. Они расположены в хронологическом порядке, как он работал. Начинала под руководством, в аспирантуре под руководством профессора Рогожина. Это были уравнения свертки, пространство общенных функций. Те же самые уравнения свертки, но в некотором отношении в противоположном смысле, уже пространство гладких функций. Нормализация уравнений свертки, сверождающейся символом. Обобщение операторов свертки и операторы свертки с разрывными символами. Направление пятое – это уравнение со сдвигом и уравнение с инвалидивным оператором. Это как раз была общая тема, с которой мы долго вместе, плодотворно сотрудничали. Также интегральные операторы с водородными ядрами, где Николай Карпетович очень спешно работал, особенно в последние годы, и это составило значительную часть его докторской диссертации. Затем дробное интердифференцирование и операторы Тео-потенциала. Как некоторый эпизод, но достаточно большой эпизод его деятельности, было исследование разрешимости нелинейных интегральных уравнений. Последние годы он интересовался сходимостью усреднений при больших значениях параметра. И также есть разные, туда можно включить отдельные темы. Движемся дальше. Я не знаю, видно ли вам хорошо достаточно мелкие буквы, и так как здесь организовано, мне трудно сделать буквы большими. Ну, по крайней мере, заголовки темы вы увидите. Ну, а внутри каждого заголовка просто перечисляются работы. Как вы видите, работа под номером 2 в сотрудничестве с Владимиром Борисовичем Дыбиным. И об этих работах, и также других работах с Владимиром Борисовичем Дыбиным я еще упомяну. Затем, уравнение свертки пространства гладких функций. И здесь, ну, хорошо известно, что к этому времени теория уравнения свертки была более чем хорошо разработана, но в пространствах интегрируемых функций. То в случае, когда приходится иметь дело с гладкими решениями, возникает ряд особенностей, которые трудно сейчас формулировать, нет необходимости, они хорошо известны специалистам, и этим вещам были посвящены эти работы. Дальше, ведь тема 3, нормализация уравнений свертки с вырождающим символом. Вот здесь также работа с Владимиром Борисовичем Дыбиным. И эти работы, какой это у нас год, это 67-й год. В 1900, если не ошибаюсь, в 1998 году, Николай Карпетович Карпетянц был на конференции в Германии, посвященной шестилетию профессора Зильбермана. И как Николай Карпетович мне рассказывал, мне, конечно, было очень приятно смотреть, что он и Владимир Борисович Дыбин цитировались на этой конференции в связи с исследованиями Зильбермана под морализацией. Николай Карпетович и Владимир Борисович цитировались как классики по теории нормализации. Дальше следует цикл работ по обобщению оператора с цитром типа свертки. И здесь основной момент здесь были первые работы, в которых мы с Николаем Карпетовичем работали вместе. Если в двух словах здесь основной момент был такой. Если вы свертку умножаете на функцию, которая бывает на бесконечности к нулю и на бесконечности, это компактный оператор. Ну, если я дроинтегрировал. А в каком смысле можно ослаблять требования убывания на бесконечности? Насколько необходимо, чтобы это было в непрерывном смысле и так далее? Это достаточно тонкие вопросы. Сейчас это все уже давно пройденные вещи. Тогда это было не всем ясно. И выяснилось, что очень слабая сходимость по мере и даже еще несколько ослабленная достаточно для таких целей. Когда Николай Карапетович был в Португалии, это был 97-98 год, нам было приятно и интересно узнать, что практически в те же самые годы совершенно логичные вопросы рассматривались в работах профессора Шпека из Германии, который в это время работал в Португалии. Как видите, здесь достаточно большой цикл работ, значительная часть из них совместная. И то, что было упомянуто в отношении компактности операторов, в частности, отражено в названиях ряда статей. Но у меня, конечно, нет возможности входить в подробности. Наконец, тема уравнений со сдвигом и уравнений с инвалидивными операторами. К тому времени, когда мы с Николаем Карпетовичем заинтересовались этими вещами, это были 70-е годы, уже существовала теория развитая теория уравнений и со сдвига Карлемана в работах Литвинчука и была посвящена этим вопросам его диссертация. В принципе, самая идея для Карлемана сведения к системе соответствующих уравнений без двига была понятна. Но там оставалось много открытых вопросов, в том числе в отношении необходимости условий и другие вещи. у нас оставалось ощущение, что тот очень большой длинный аппарат, как все это делается, можно на самом деле упростить. И это привело затем к обобщениям, связанным вообще с инвалидивным оператором. То есть, таким оператором, когда степень оператора некоторая является тождественным оператором. Эти исследования были подытожены в монографии, которая сначала вышла издание, это была сравнительно небольшая книжечка, изданная Ростовским университетом. В 97-98 потом позже несколько Николай Карпедович работал со мной по портуальскому гранту в Португалии было подготовлено английское издание, сильно расширенное, добавлено со всеми новыми результатами, которые были получены, с историческими обзорами и так далее. Вот вы видите титульную обложку этой книги. Почему такой рисунок в двух словах? Это набор лемнискат, обобщенных лемнискат. Специалистам по теории сингулярных операторов хорошо известно, что в случае, когда вы изучаете сингулярное уравнение с разрывными коэффициентами, то существенный спектр это дуги соответствующие дуги окружности. Не буду входить в подробности как строятся эти дуги. Одна из тематик, которая разрабатывалась в институте супертехника в Лиссабоне это приложение к задачам рефракции. В таких задачах в частности возникает уравнение Виннер-Хофа возмущенное оператором Ханкеля, то есть оператором не сразу с суммарным миодромом на полоси. И такие уравнения были исследованы Гильбертом в случае L2 в работах португальской математики. было выяснено, что существенный спектр состоит из различных отрезков на плоскости. В случае пространства LB специалисты по теории сформулярных операторов прекрасно понимают, что тут может происходить. Существенный спектр был неисследован. Из Николая Кабрежья было показано, что здесь в качестве спектра возникает совершенно иная картина. Так называемые обченые лемнискаты служат существенным спектром в уравнениях возникающих приложениях. Эти исследования, связанные с калиманским двигателем, привели к созданию некоторой общей схемы исследования уравнений с инвалидивными операторами. И затем последовал цикл работ, в которых были даны приложения этой схемы к различным классам уравнений. Но все это было позже подытожено и собрано в той монографии, о которой шла речь. С Колей, конечно, было одно удовольствие работать. Я, конечно, когда мы что-то обсуждали, обычно работа у нас происходила так. Я думаю, Колей сидит где-то рядом, тоже думает. Потом мы формулируем те идеи, которые как нужно двигаться. Я могу, на Коль, если не ошибись, сказать, что ты говоришь, это не может быть, это исключено, что ты говоришь ерунду. Николай никогда не говорил такого. Он молчал, он молчал, а потом говорил что-нибудь свое. Он человек действительно был очень сдержанный. как вы видите, это действительно был довольно большой цикл работ. Я не имею возможности конечно входить в описание каждой работы в отдельности, но просто я показываю эти работы, чтобы было видно, что действительно было много чего сделано в этом цикле. Далее интегральный оператор с однородными ядрами. Хорошо известно, что если вы записываете интегральное уравнение с однородным ядром, с однородным степенью, которая дается струкулярно, то есть с однородной степенью минус единица в одномерном случае, такое уравнение экспоненциальной замены сводится к уравнению свертки и тем самым все понятно, вы используете результаты для сверток, переписываете и получаете то, что нужно. В многомерном случае никакая экспоненциальная замена не помогает, но в многомерном случае, если вы изучаете уравнение с однородным ядром, просто с однородным ядром степенью уже минус n, то это настолько общий класс операторов, что трудно получить какую-то достаточно взримую, компактную теорию, что вы там разбиваете на класс задач. И ситуация, когда можно что-то сделать по существу, это ситуация, когда ядром многомерном случае не только однородно, но и инвариантно относительно вращения. И вот вы можете видеть, что вот сейчас пошли работы по уравнениям с однородными и с квазиоднородными ядрами, то есть обобщение и исследование шли не только в направлении многомерности, естественно, но и как вообще понимать однородность. Эти работы видите, примерно с 82-го года пошел этот цикл исследований Николая Карапетовича и как уже было упомянуто в начале он они составили существенную часть его докторской диссертации. Отдельное работы были со мной, как вы видите, и начиная с какого-то времени на эту тему Николай Карапетович вел исследование вместе с Олегом Геннадьевичем Овсянкиным, который был в ту пору его аспирантом. Эти исследования пошли достаточно далеко и как многих здесь хорошо знает, Олег Геннадьевич недавно зачтил докторскую диссертацию по тематике, связанной с интегральными операторами с однородными ядрами. Далее операторы связаны с дробным интеградифференцированием. Здесь также большая серия работ. Часть работ была связана с тем, что выявить, что происходит на мерном случае, когда вы оператор телепотенциала рассматриваете не на всем классе интегрированных функций, а на радиальных функциях, например. Тогда, естественно, вы можете получить дополнительную информацию. Некоторые из этих работ были вместе с Борисом Семеновичем Рубиным, всевозможные другие исследования. Но особенно я остановлюсь на работах с Аней Гинзбург. Многие здесь присутствующие хорошо помнят эту девочку, Аню Гинзбург, аспиранту на нашей кафедре. Здесь впервые появилось пространство Гюльдера с переменным показателем. Таким образом, вот сейчас последние два десятилетия широко распространено исследование в области, которое называется variable exponent analysis, анализ с переменным показателем. По-русски это как-то не так звучит. Это исследование по теории пространств и операторов, когда и основные характеристики пространства, и характеристики оператора зависят от точки, меняются точки к точке. И здесь тоже Николай Коропедович может быть процитирован как классика. Это была одна из первых работ, где изучалось действие различных операторов, в частности, что было существенное действие сингулярного оператора в пространство Гюльдера с переменным показателем. В недавней переписке с математиками, которые опубликовали книгу по теории пространства для бега с переменным показателем, я обратил внимание этих авторов, это в Германии профессор Ларс Денинг, его авторы по этой книге финны, когда писалось об истории, где и когда возникло так называемое log condition, логарифмическое условие на переменные показатели, я обратил внимание, что именно в этих работах Николая Галапетовича впервые, насколько мне известно, появилось это логарифмическое условие. И в книге соответствующая ссылка была сделана. Ряд исследований был также по дробному интердифференцированию в работах с Борисовичем Вакуловым, с Аспиранкой Николая Карапетовича Ламарой и Шаркишвили. Одно из направлений исследований было связано с оператором теопотенциала на сфере. Как хорошо известно, сфера может быть отображена на РН, но если вы рассматриваете сферу размера СН-1, значит, можно отобразить на РН-1 с помощью стереоэргитической проекции. Затем вы можете использовать то, что вы знаете для всего РН и переписать то, что делается на сфере. Но это далеко не всегда удобно, особенно, когда приходится иметь дело с весами, и что еще более существенно, когда приходится иметь дело с дробным дифференцированием, а не с интервированием. То есть, когда вы имеете дело с гиперсокрулярными интегралами, то такой интеграл понимается как оператор Кальдерона Сигмана. Вы вырезаете шаровую окрестность, переходите к пределу. Если вы проделаете теперь стереофизическую проекцию, то если у вас в РН вырезали шар, то на сфере это будет черт и что. Работать с этим очень трудно. То есть, можно, конечно, переписать, но результат такой как бы малоинтересен. А если вы наоборот на сфере вырезаете круговую шапочку, пространство у вас получится, бог знает что. это окрестность вырезаемая там будет вообще зависит от полюса проекции и от точки где вы вырезаете. Затем последовала серия, ну, не совсем затем, в значительной степени были пересечения по времени, серия работ по исследованию разрешимости существования решений, единственности, когда возможно различные классы нелинейных уравнений. Как видите, значительная часть этой работы была написана в соавторстве с коллегами из города Грозного, с Асхабом Якубовичем Кубовым, который здесь присутствует, и другими. Следующий вопрос, это следующая тема, это сходимость усреднения. Ну, коротко, буквально в двух словах. Все мы хорошо знаем, что такое усреднение. Возникает некоторый параметр эпсилен, когда эпсилен стремится к нулю, вы получаете единичный оператор. Если эпсилен, так теперь тоже не эпсилен, конечно, стремится к бесконечности, то в стандартных ситуациях эта конструкция усреднений должна стремиться вообще к нулю. И в частности, вот такая необходимость рассматривать усреднение при больших значениях параметра возникает, когда вам нужно доказывать, что некоторые специфические подпространства плотны во всем изучаемом вами пространстве. И эти работы Николая Корпедовича связаны со сходимостью усреднения были связаны с вопросом, насколько возможно можно ослабить требования на ядра на используемые конструкции усреднений, чтобы имело место сходимости. Ну, и то, что собрано в разделе разное. Это были некоторые общие соображения, связанные с федеральмом, с нетровостью операторов. Связь, как вы видите, в первой работе между нетровостью и спектром. Некоторые аналоги Теремы Хермандера, это работа публикованная в докладе Академии наук. Но это было связано со следующим кодом. Ну, хорошо известно, что если рассматривая оператор инвариант относительно сдвига, то это сверстка с какой-то функцией, вообще ревобщенной. Насколько можно ослабить требования инвариантности наносительно сдвига. Ну, выяснилось, что на самом деле рассматривали вариант наносительно сдвига только в каком-то одном направлении и это тоже как-то можно ослабить. Вот таким вещам были посвящены эти работы. И последние работы, которые были опубликованы, вот, последняя работа была опубликована уже после Николая Корепетовича ушел из жизни. Это также было связано с отдельными специфическими вопросами. Но здесь это уже как бы не в всем хронологическом порядке, просто здесь уже, видите, работы более ранние, здесь просто собрано то, что как бы не подпадает никакую другую классификацию. На этом я хочу закончить математическую часть. Позвольте мне еще принести пару слов о том, что я хочу сказать, что мы действительно мы все, и семья Николая Корепетовича, и его коллеги, и его друзья, мы действительно потеряли замечательного человека, который мог бы дать еще очень много и университету, и всем нам. Ну, в фотографиях он всегда перед нами, с нами он всегда и останется. Здесь эти фотографии начиная с его школы, армии, студенческих лет, и последние фотографии были сделаны в 2004 году, просто незадолго до того, как он нас покинул. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТИЕ